Привет! Это онлайн-школа итальянского линго, меня зовут Сергей Нестер. И вы слушаете подкаст, где звучит настоящий, живой итальянский. Скоро Новый год, и, наверное, будет правильно послушать какую-то новогоднюю историю. И у нас такая есть. Наш коллега Федерико прошлый Новый год решил отпраздновать в Москве, и, надо сказать, не без приключений. Эта история рассказана не без юмора, она очень позитивная. Ее стоит послушать хотя бы потому, что вряд ли вы когда-нибудь еще встретите в одном приложении «Романтический ужин, пельмени и борщ». Если вы слушаете этот подкаст на YouTube, вы можете читать субтитры на итальянском и видеть перевод. На других платформах ищите оригинальные тексты и перевод в описании эпизода. Давайте слушайте. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 большая уверенность. И я думал, что у меня не будет. Так что мои друзья были остались назад. И я пришел к нам разговариваю. И я играл все мои лучшие карты. Как красиво, я живу в Санкт-Петербурге, я живу в Ювентус, я сильная команда в мире. И моя маленькая парня уже в пляже, и я спрашиваю. И потом, какая парня? Я не знаю как, но, невероятно, я решила менять. Я думаю, что я решила. Так я говорю, что я решила. Но когда я приехал, что-то изменилось. Пробавилmente, что не было лучшим древескодом. И, как же, в ротаре можно платить. Но, по-другому, что это было из-за компания, и не из-за того, что мы сделали. По-другому, мы также сделали угол в который видит Сан-Басилио, и что скоккарь на вечер-классе и фукови-д-артфик, Добро пожаловать в Бриндиси, Бачи и Аббракци. Фелици, но стремати. И даже очень affамати. Так что мы нашли место где-то. И, после романтической ежедневной бурш, мы решили еще немного путешествовать по улицам, что, одновременно по празднике, это единственный спектакль. Ормай были 3 утра, и мы решили идти в гостях и отдыхать. Обычно ночи Каподанно были гораздо длинные, но мы еще были длинными путешествиями, и мы требовали для всех возможных сил. Спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok